Гонки на Чокобо Файнал Фэнтези 14 Гонки проходят в специальной секции парка развлечений Голд Соус Девочка за стойкой отправит вас на ферму Чокобо в центр Шрауди за вашим первым скакуном Когда вернетесь в Голд Соусер, вас попросят выбрать имя для Чокобо Вот и все! Теперь можете участвовать в заездах, завоевывать славу и богатство В игре три трассы в Ланоши, в Шрауди и в Тоналане У каждой трассы имеется 12 вариаций в зависимости от рейтинга вашего Чокобо Это значит, что со слабым Чокобо вас не пустят в престижные заезды Но не расстраивайтесь, даже чемпионы Формулы 1 начинали карьеру в картинге Первое, что вы обнаружите в гонке – издевательски неотзывчивое управление Чокобо реагирует на команды задержкой и с этим ничего не поделать, придется привыкнуть По умолчанию Чокобо бежит в умеренном темпе Можно подать газку, но делать это нужно аккуратно При ускорении тратится стамина А если ускоряться долго, то Чокобо получит статус Летард В этом состоянии и стамина у него убывает просто таки катастрофическими темпами А без стамины Чокобо будет еле ползти по трассе Очень важно грамотно рассчитать возможности вашего Чокобо Когда можно ускориться, а когда лучше поберечь силы По маршруту расставлены препятствия То Абкалу дорогу перебежит, то Марболу испортит воздух Также обращайте внимание на цветные панели Синие и зеленые полезны, а красный и фиолетовый наоборот нужно избегать По возможности собирайте ящики Они содержат вспомогательные предметы Некоторые из них усиляют вашего Чокобо Некоторые вредят соперникам Что может быть приятнее, чем вдарить по врагу метеором? Кстати, конкуренцию в заездах вам будут составлять преимущественно NPC Если на трассу забросить других игроков Вы сможете их распознать по именам синего цвета Что ж, про гонки пока хватит Давайте разберемся с характеристиками Чокобо Что за что отвечает? Посмотреть характеристики можно в меню Голдсоусер Подраздел Чокобо Ранг – это уровень Чокобо Он растет по мере участия в гонках Предел 50 С рангом повышается и сводный рейтинг Он определяет, какая категория гонок вам доступна Максимальный рейтинг – 300 Следующие 5 параметров непосредственно влияют на поведение Чокобо на трассе Максимум спид – это скорость, с которой Чокобо будет бежать, когда разгонится Акселерейшн – как быстро он разгонится до максимальной скорости Эндюранс – сколько он протянет на разгоне, прежде чем станет выдыхаться Стамина – это запас выносливости, тратится при ускорении и столкновении с препятствиями Ну и, наконец, сканинг – помогает справляться со сложными участками трассы У Чокобо есть два слота под гоночные способности Первая – врожденная, ее нельзя поменять Вторая способность порой появляется сама собой при повышении ранга Если эта обилка вам не понравится, ее можно стереть с помощью предмета Лэта Уотта Она продается у НПЦ в гоночной секции слева от рецепции Там же в виде книжек продаются и некоторые обилки Самые хорошие раньше можно было получить только случайным образом Ну а теперь их можно просто взять и купить Графа тренинг – это сколько раз Чокобо можно покормить особой спортивной едой Разная еда повышает разные параметры Она продается там же, где и книжки с обилками Хорошая еда стоит прилично И на начальном этапе тратиться на нее смысла нет Иконки погоды показывают, в каких условиях Чокобо любит бегать Считается, что оптимальный вариант здесь – дождливая погода Но на самом деле это не так важно Во второй вкладке – педигри Вы увидите много разноцветных звездочек Звездочка показывает, насколько высок может быть тот или иной параметр Заработать больше звездочек можно только путем тщательной селекции О чем мы сейчас и поговорим Чтобы получить от Чокобо потомство, его сперва нужно отправить на пенсию Это можно сделать с 40-го ранга Вы больше не сможете на нем ездить Но зато получите сертификат для скрещивания Далее требуется приобрести партнера Девочку для мальчика и мальчика, соответственно, для девочки Они продаются в виде сертификатов У нашего любимого НПЦ слева от стойки Сертификаты бывают 9 степеней Чем выше степень, тем лучше Но если вы стеснены в средствах, то можно купить и какого-нибудь средненького Чоку Это не фатально У таких сертификатов случайные параметры Поэтому можете их набирать, пока не попадется что-то, что вам понравится Если хотите определенный цвет, например Давайте посмотрим, что на сертификатах указано J9M в названии означает, что это самец 9-го поколения Пятигрим мы уже видели, это параметры родителей Сложив два сертификата, получим 4 набора звезд От родителей по отцовской стороне и от родителей по материнской стороне У самого лучшего гоночного Чокуба должно быть по 4 звезды в каждой графе Как этого добиться? Разберемся на примере Если только у одного из родителей есть 4 звезды, скажем, в стамине То это значит, что шанс потомства получить максимальную стамину составляет 25% Чем больше у ваших питомцев звезд в педигрии, тем ближе вы к идеальному Чокубам Способность это то, что Чокуба передаст по наследству Когда вы отправляете Чоку на пенсию, вам дают выбрать, какую из обилок сделать наследственной В покупном сертификате обилка будет случайная Новоиспеченный Чоку унаследует только одну способность От отца или от матери 50-50 Цвет также берется от одного из родителей Если вам непременно нужен Чокуба определенного окраса Остается разве что молиться, чтобы ему передался тот самый цвет Breeding Capacity Это сколько раз можно скрестить данного Чокуба Гоночного Чоку можно скрещивать до 10 раз Покупного только один раз Поэтому не спешите выбрасывать сертификаты бывших в употреблении Чокуба Если в будущих поколениях что-то пойдет не так, у вас будет запасной вариант Уровень педигрии это номер поколений Стартовый Чокуба это первое поколение При скрещивании каждого следующего Чоку этот параметр будет расти на единичку Пока не упрется в максимальное девятое поколение Педигрии дает стабильный прирост ко всем параметрам Это значит, что до девятого поколения сделать лучшего Чокуба невозможно в принципе Даже если вам очень сильно повезет со звездочками Процедура спаривания происходит на той же ферме в Централ Шрауди Предъявите НПЦ сертификаты будущих отца и матери И уже через полчаса получите готового гонкам птенца Это кстати значительный прогресс Раньше Чокуба размножались гораздо медленнее На все про все им требовалось аж 6 часов Что птенец унаследовал, вы сможете узнать только зарегистрировав его для гонок Смотреть нужно на звезды и на способность Если он унаследовал не то, что нужно, можно попробовать еще раз Прежде чем зарегистрировать нового Чокуба, забракованного придется отправить на пенсию Без 40 ранга вам не дадут сертификат на скрещивание Но его ущербные гены вам и не нужны Что происходит с такими Чокуба? Игра умалчивает Но вряд ли они пропадают даром Кто-то ведь должен поставлять мясо для аэрзийского КФС Где-то к пятому поколению стоит начать задумываться об идеальном Чокубу Его возможно получить только от родителей У которых в педигрии имеется по 4 звезды в каждом параметре Самый надежный способ Параллельно готовить и маму, и папу У новых Чокуба должно быть 4 звезды Хотя бы в одном параметре Чтобы они могли их передать потомству Сколько звезд в остальных случаях не имеет значения 3 звезды не превратятся чудесным образом в 4 Так что это все равно брак Как же понять, что вот он, наконец-то, самый лучший Чокубу? Во-первых, это 4 звезды в каждом из 5 гоночных параметров Во-вторых, хорошая унаследованная способность Стойкость к плохой погоде тоже плюс Хотя этот параметр наименее важен Но даже идеального Чокуба можно испортить неправильной кормежкой Прежде всего доведите его до 50 ранга Только тогда вы узнаете, по каким параметрам ваш будущий чемпион проседает Однозначного ответа, что прокачивать дать нельзя Кто-то считает, что канинг превыше всего А кто-то наоборот говорит, что он не так уж и важен Точно стоит делать упор на стамину И, пожалуй, на максимум спид Если у вас будет много стамины Значит, большую часть гонки вы проведете в ускорении Число кормежек ограничено, так что определитесь сразу, что и на сколько вы будете повышать Еду нужно покупать обязательно третьего сорта Чем выше сорт, тем больше прирост она даст к тому или иному параметру У способностей тоже нет какого-то идеального рецепта Посмотрите, какие они вообще бывают, что делают Подумайте, какие подходят для вашего стиля вождения Последнее, о чем нам осталось рассказать Гоночные испытания Это особый тип гонок, где для победы требуется обогнать определенных чокубов В списке они выделены красным цветом За победу в испытании вам щедро отсыпят МГП А кроме того, после определенных испытаний У НПЦ торговца появятся новые книжки с обилками Всего испытаний 15 Последняя партия книжек появится после 12-го Вам не нужно беспокоиться, чтобы при прокачке чокуба получил нужную способность Выполнив 12 испытаний, вы сможете купить любую обилку А если она вам надоест, стереть ее и купить другую Испытания не очень сложные, за исключением последнего, 15-го Вот здесь понадобятся полностью прокаченные чокубы с хорошими способностями И даже тогда вы выиграете только если очень повезет Потому что ваш соперник в этой гонке несется с какой-то совсем запредельной скоростью Ну а дальше остается только побеждать в гонках и грести МГП За победы в категории R300 платят по тысяче Можете попросить на время заезда включить Баа Фри Компани на МГП Он увеличивает выигрыш как в обычных гонках, так и в испытаниях На этом все Надеемся наш рассказ оказался для вас полезен Увидимся на треке! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...